Время новостей на канале Абаза. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Контрольная палата независима в своей работе. Глава ведомства Роберт Таржба провел пресс-конференцию Варсмира. Флешмоб по Абхазке. Особенности мировой благотворительной акции в нашей стране. В Абхазии проходит акция «Поздравь Абхазию с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии». Ее проводит комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума. В комитет обратился активист молодежной организации «Молодое созвездие» Ахра Гунба с предложением провести такую акцию. И в комитете решили воплотить идею в жизнь. Любой желающий может снять 10-секундный ролик, назвать место, страну или город, в котором находится человек, и произнести слово «Айайра» и поздравления. По словам организаторов, акция проходит всего несколько дней, но уже получено более 50 сообщений из России, Дании, Мексики и других стран. В акции принял участие и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш, поздравивший страну с чемпионата мира в Ташкенте. Также поздравили Абхазию солистки популярной российской поп-группы «Блестящие». Завершить ее планируют к 27 сентября, ко дню освобождения Сухума. Видеопоздравления можно загрузить на страницу Комитета молодежи в Facebook, ВКонтакте, в Instagram, на почту комитета suhum.defismolot.ru 11 сентября 1995 года, 19 лет назад, погиб Юрий Николаевич Воронов, археолог Кейков Казавет, исследователь доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии и Сочи. Политический и государственный деятель, большой патриот Абхазии, он стал непосредственным участником сложных политических событий в республике. В годовщину смерти Воронова у его могилы в центре Сухума собираются друзья, родственники и близкие ученого, общественность, школьники. Репортаж Иланы Казамба. Крупный ученый, видный политик, археолог, историк Юрий Воронов трагически ушел из жизни в 1995 году. Вот уже 19 лет к могиле ученого приходят все те, кому дорога память о нем. Неутомимый искатель Юрий Воронов оставил большой след в науке и политике Абхазии. С каждым годом его не хватает все больше. Продолжил бы Воронов свою ученую деятельность или политическую, она, безусловно, была бы яркой и значимой. Как вы помните, конец 80-х, начало 90-х, потом в 92-м году война. Конечно же, слово Юрия Николаевича очень много значило, его позиция очень много значила. И он полностью определился, был на стороне борющегося абхазского народа за освобождение своей страны. Заслуги Юрия Воронова невозможно переоценить. В его бытность вице-премьером правительства он очень плотно занимался вопросом Гальского района с целью приобщения населения к абхазской культуре и идеологии. Нукзар Салакая, главный редактор газеты «Гал», вспоминает, какую колоссальную работу в то время проводили Владислав Арзенба и Юрий Воронов. Поиски возможных решений привели Салакая к мысли издать газету не на грузинском, а на мегрельском языке, которая в то же время была бы общедоступной для населения Гальского района. С пробным выпуском первого номера Нукзар Салакая пришел к Юрию Воронову. Когда он увидел мегрельского языка, он так просто удивился. Его радость не было такого предела. Его окрылили. Да вы что, вы знаете, что вы наделали, говорит. Вы сами не осознаете то, что вы сделали. Славный сын Абхазии Юрий Воронов застал наиболее тяжелый для республики период. В своей книге «Боль моя Абхазия» Воронов описал свои непростые чувства и свое отношение к республике. Абхаз с русской фамилией. Именно так его характеризуют его друзья из-подвижники. Он памятник, как Пушкин, себе воздвиг нерукотворный, и к нему и зарастет народная тропа. Вот это хорошо, он был человеком народным, и то, что его помнят, это здорово. Потому что человека такого нельзя забыть. Он рождается сто лет один раз, и он очень много сделал для Абхазии, не только для науки, но и для ее государственности. Юрий Николаевич Воронов обладал чувством предвидеть многие вещи. Он много говорил о нависающей над Абхазией угрозой в конце 80-х годов. Есть масса людей, которые, в принципе, все прекрасно понимают, понимают, какие ведутся игры, и что то, что сплошь и рядом можно услышать в средствах массовой информации в отношении положительных сторон противостоящих нам грузинских политиков, они понимают, что все это ложь, и понимают, что нам нужно помогать, они нам сочувствуют. Есть значительная часть людей, которые действительно не в курсе дела. И вот как раз на них рассчитаны вот эти вот всякие заявления и пропагандистские материалы. Если бы прислушались к ученому Воронову, писавшему об истории Абхазов, если бы прислушались к общественному деятелю Воронова, призывавшего к миру, то не двинулась бы на Абхазию тьма из Грузии, которая унесла его жизнь и жизни многих тысяч людей. Как сообщили нам в Абхазском институте гуманитарных исследований, к изданию готовится восьмитомник о жизни и деятельности Воронова. Четыре тома уже вышли в свет. О Юрии Николаевиче написано и сказано многое. Школьники, которые ежегодно приходят на могилу ученого, заставляют поверить в то, что память о нем будет жить вечно. Илана Казынба, Раму Камки, Абаза ТВ. О целях и задачах контрольной палаты Абхазии, о том, какие объекты ей уже проверены, а какие запланированы, подробно рассказал на пресс-конференции Варсмира председатель контрольной палаты Роберт Аршба. Закон о контрольной палате был принят в 2010 году, а сформирована она была лишь в прошлом году. Этот главный орган государственного финансового контроля страны подотчетен парламенту Абхазии. Контрольная палата Абхазии на стадии становления. На работу приняты 12 инспекторов. Все они молодые специалисты. В контрольной палате есть коллегия, в которую входят три аудитора. Коллегия и формирует план работы. А главная задача контрольной палаты – контролировать своевременно и эффективное исполнение доходных и расходных статей государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а еще давать оценку проекту государственного бюджета. За небольшой период работы контрольной палаты, по словам его главы Роберта Аршба, проверены практически все внебюджетные фонды, а также сделано заключение об исполнении госбюджета за 2013 год. Отклонение от параметров бюджета или нецелевое расходование средств – именно так, без цифр, прокомментировал Роберт Аршба результаты проверок. Первый объект, куда отправились аудиторы палаты, была администрация Сухома. Есть установлены нарушения, как существенные, так и малосущественные, менее существенные. Практически все акты уже на сегодняшний день подписаны. И сейчас идет момент формирования отчетных документов. После того, как эти отчеты будут утверждены на коллегии, это станет состоянием общества. Все цифры, весь тот объем работы, который был выполнен нами по городу Сухом, он станет состоянием общества. Что касается проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Абхазии, то, по словам Роберта Аршба, для этого требуется постановление парламента. Должно быть соответствующее решение парламента о проведении проверки, то есть контрольного мероприятия в части финансово-хозяйственной деятельности Национального банка. Тогда было еще и озвучено, что и годовой отчет Национального банка будет принят после данной проверки, по сути, насколько я помню. Но данного решения мы не получаем. Идет проверка освоения российских денег, выделенных на программы по снабжению населения медикаментами. В планах проверить, как расходуют российскую финансовую помощь в жилищно-коммунальном хозяйстве по республике, в Госкомитете по делам молодежи и спорта и в Минсельхозе Абхазии. Мы сейчас будем определять, в каком формате. То есть это будет проходить ревизия, будет комплексная ревизия, то есть еще ее и освоить нужно. Или же это будут какие-то тематические проверки, то есть на уровне смет, актов выполненных работ. И может мы подойдем выборочно, то есть какие-то объекты, и непосредственно пойдем и выборочно посмотрим. Для проверки госкомпании Черноморэнерго требуется серьезная подготовительная работа, сказал Аршба. Бухгалтера, ревизора, они не могут быть, по сути, то есть да, они экономисты, они могут хорошо считать, значит, знать план счетов, то есть видеть документы. Но есть, то есть если не знаешь саму технологию, то есть как это производится, как это получается, сложно, то есть определять специфику проверки, какие методы применять в этой ситуации, какие запросы делать, какие вопросы задавать. Роберт Аршба пообещал журналистам быть публичным, создать сайт организации, а также обнародовать заключения, подготовленные контрольной палатой. Чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба дал прием в честь пятилетия признания Боливарианской республики Венесуэла независимости Абхазии. На приеме присутствовали посол Венесуэлы в России Хуан Висенте Парадестуриальба, ответственные работники МИД России, а также представители ДИП-миссии Никарагуа. Выступая на приеме, Игорь Ахба отметил, что пять лет назад произошло очень важное историческое событие. 10 сентября 2009 года президент Венесуэлы команданты Уго Чавес принял очень ответственное и смелое решение, заявив о признании независимости Республики Абхазия. А 14 сентября посольство Абхазии в России организует встречу со студентами-первокурсниками из Абхазии, сообщает Абснепресс. Встреча состоится в 11 часов утра в ресторане Черноморская Ривьера в Москве по адресу проспект 60-летия Октября, как дом 8А. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии бьет тревогу. На море участились случаи гибели людей. Беспечность и самонадежность обычно приводят к трагедии. Смотрите материал, подготовленный спасательным ведомством страны. Ситуация на море по-прежнему вызывает особую тревогу сотрудников МЧС Абхазии. Число трагедий на воде стабильно высокое. Накануне в Гагре утонул 22-летний сослан Камфинов, житель города Владикавказа. Тело гражданина Российской Федерации найдено, извлечено из воды и передано правоохранительным органам. Тем временем спасатели продолжают поиски женщины, пропавшей в акватории Сухумской бухты 3 сентября. По словам очевидцев, она направилась купаться и после этого ее никто не видел. А вот 43-летний Жаня Тувискина, жительница города Санкт-Петербурга, временно проживающей в городе Сухум, повезло намного больше. Она заплыла на значительное расстояние от берега моря и не смогла вернуться. Силами спасателей ГИМС женщина найдена и доставлена на берег. При этом Тувискина не пострадала. Далеко от берега заплыл и житель Азова Евгений Чугуев. Не обнаружив мужа, жена Чугуева. Забила тревогу и обратилась в МЧС. Однако вызов, как говорится, оказался ложным. Евгений благополучно приплыл через некоторое время. Этот случай скорее исключение, говорят спасатели. Скорбный список утонувших в купальный сезон, увы, пополняется. В Писунде проходит международный фестиваль «Органные вечера» в Писунде 2014. В фестивале принимают участие органисты России, Латвии, Германии и Абхазии. В заключительный день, 12 сентября в 20.00 состоится гала-концерт всех участников фестиваля. Это Лука Гаделя, Алексей Шмидтов, Алексей Семенов, Гарри Коняев, Рубин Абдулин, Михаил Павали, Анастасия Сидельникова, Марина Шамба и многие другие. 12 сентября в день 70-летнего юбилея знаменитого скрипача, дирижера, мецената Владимира Спивакова в Московском Доме Музыки состоится концерт «Маэстро». Он откроет 12-й сезон музыкальной площадки на Космодемианской набережной. На юбилей Владимира Спивакова выступят его друзья и коллеги «Юные таланты». В числе гостей – золотое сопрано России Хибла Герзмава, тенор Хуан Диего Флоренс, Пиру Австралия, Австрия, пианист Денис Мацуев, виолончелистка Анастасия Кобекина и другие прославленные артисты. Участниками концерта станут всемирно известные коллективы – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России под руководством Спивакова. Флэшмоб с обливанием ледяной водой бродит по планете. В Абхазии такса немного трансформировалась. Если в США нужно выбирать или выливать себе на голову воду со льдом или перечислять 100 долларов на счет благотворительной организации, то в нашей республике люди и обливаются, и помогают больным детям. Марьяна Котова выясняла, насколько эффективен этот флэшмоб. Ролики с обливающими себя ледяной водой людьми уже давно никто не связывает с проблемами закаливания и пропагандой здорового образа жизни. «Помоги благотворительному фонду или облейся водой» – такова в самом начале была форма зародившегося в США флэшмоба. В Абхазии акция трансформировалась. У нас в республике люди и обливаются, и делают пожертвования фонда Шана. В этой акции нет цели сбора средств вообще, и нам почитать на самом деле невозможно. Цель этой акции – просто проинформировать людей, какое-то такое физическое присоединение к тому, что делают все люди вокруг. Я уверена в том, что благодаря этой акции больше людей узнали о фонде, что это. Больше людей, наверное, научились отправлять смс, и больше людей узнали вообще, что такое фонд. Люди помогают по-разному. Не обязательно помогать деньгами, можно помочь словом, можно помочь передать информацию. А информация передается со скоростью, растущей в геометрической прогрессии. Сделай сам и поручи еще трем. Принимают эстафету и отдельные лица и целые организации. Да еще и продумывают сценарии. Например, Сухомский городской комитет по вопросам молодежи и спорта привлек к съемке клипа каратистов, которые облили сотрудников ведомства и спортивных кубков. Не просто как роботы шаблонно или просто по инструкции действуем, а уже, может, как-то творчески даже подходим к этой акции. Каждый добавляет что-то свое, свою изюминку. Мне кажется, даже для просмотра этих роликов людям становится и интересно, и плюс несет какую-то пользу. То есть приобщайтесь, добавляйте что-то свое, но цель одна, то есть помочь детям. Наверное, мало найдется в мире пользователей интернета, кто еще бы не принял участие в этой акции. Молодежь, бизнесмены, люди культуры, политики и мировые звезды безо всякого стеснения обливают себя ледяной водой, как, например, Хибла Герзмава перед своим концертом в Эдинбурге. Фонда Шана, в пользу которого в основном и проходит эта акция, в Абхазии еще только готовится принять участие во флэшмобе. Его сотрудники тщательно продумывают сценарий, чтобы ролик об их участии получился ярким и запоминающимся. Как, впрочем, все мероприятия, что организовывает Ашана. Мария Анна Котова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Завершение о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков, 12 сентября в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26, ночью 19 градусов тепла, морская вода плюс 25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом пока все. Удачи, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова